Индия – третий крупнейший импортер и потребитель нефти в мире. После начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций в отношении страны-агрессора, Нью-Дели стал главным покупателем российского сырья. С октября 2023 США обеспечивают соблюдение потолка цены российскую нефть путем экономических ограничений. В санкционный список попала и российская государственная судоходная компания Совкомфлот. Теперь Индия, несмотря на тесные связи с Москвой, больше не покупает российскую нефть, загруженную на танкеры СКФ. Давлению на Россию способствуют действия международных нефтеперерабатывающих компаний, в том числе индийской Reliance Industries. Скидка на российскую нефть марки Уралс к международному эталонному сорту Brent увеличилась примерно с 12-13 долларов за баррель перед октябрем до 18 долларов в январе и примерно до 17-18 долларов в феврале, в последнем месяце, когда имеются данные. Из публикации агентства Reuters со ссылкой на сотрудников Министерства финансов США. Средства, заработанные на экспорте энергоресурсов, Российская Федерация тратит на продолжение войны против Украины, обеспечение армии, вливание ВПК, зарплаты и компенсации военнослужащим, а также поиск и покупка необходимых для производства вооружений комплектующих главными центрами импорта и технологического оборудования и потребительских товаров за последние два года для России стали страны Центральной Азии, Китай и Турция. Но торговый бум с последней, похоже, закончился. Кажется, что ни один серьезный производитель корпоративного оборудования не сможет сохранить свой прежний интерес к России в условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок. Кутлу Каравели-Оглу, председатель Ассоциации экспортеров машиностроения Турции. В первом квартале 2024 года экспорт в Россию упал почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это данные Министерства торговли Турции. Это плохая новость для турецких компаний и для попытки правительств снизить дефицит текущего счета. Но это указывает на то, что санкции США и ЕС в отношении России становятся все более эффективными даже в таких иностранных юрисдикциях, как Турция, член НАТО, который пытается поддерживать экономические связи с Москвой, несмотря на войну. Из публикации агентства Bloomberg. Вторичные санкции. Вот что пугает компании, которые помогают России обходить ограничения. Чтобы отрезать федерацию от системы международных расчетов, Вашингтон начал персонально предупреждать топ-менеджеров иностранных банков о возможных последствиях сотрудничества со страной-агрессором. Американские власти узнают о том, что российские банки открывают новые корреспондентские счета в иностранных финнорганизациях и отслеживают рост оборотов. Речь идет о банках Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и стран СНГ. Из-за усилий американцев средний срок жизни новых корс счетов у российских банков в иностранных составляет в среднем полгода. Источник в российском банке в анонимном комментарии изданию ведомости. Россия традиционно обвиняет Запад в нечестном ведении бизнеса. В конце 2022-го Путин, говоря о решении Евросоюза заморозить активы страны за рубежом, заявил, что Запад, цитирую, цап-царап и забрал российские золотовалютные резервы. А за 4 месяца до этого он подписал закон о параллельном импорте, разрешающий поставки в Федерацию товаров без согласия правообладателей, в том числе оружия, электроники и даже ядерных реакторов. В ближайшее время в России введут режим так называемого параллельного импорта и для зарубежных патентов. По сути, власти страны-агрессора планируют самовольно выдавать разрешение на использование иностранных продуктов и интеллектуальной собственности. Продолжение следует...